привет вас господа с вами римас сегодня у нас первый взгляд игры под названием арморит warfare я напомню вам игра еще находится в разработке збт закрытое бета-тестирование поэтому возможные лаги баги шмаги и ну как обычно ребят поэтому имейте виду ну что ж начинаем я напомню вам игра арморит варфайр она разрабатывается еще и эта игра про современные танки современная техника ну и тому подобное у меня техника называется m13 113 у нас скорострельное оружие и нам надо пойти найти нормальное место смотри какая разрушаемость ребят я кстати извиняюсь за мой такой fps я как не крутил то есть у меня 780 gtx видеокарта но по всей видимости тут если даже ставишь на очень минимальные настройки то все равно как бы fps на fps не влияет так сильно как должно было но это называется еще игра не оптимизируя на поэтому я прошу прощения еще раз так самое главное чтобы нас здесь не шатнули игра на движке cry engine всем известный так уже кто-то там подсветил до этих ребят самогласно у нас не посвятил с 1 прекрасно офигенная игру ли ребят физика вроде бы здесь попадая попадая ликошет так уходим сейчас нас шатнут он довольно смотрите юзки да прям интересно быстро такой так тихо урон мне добавил тут это 76 кстати мы с вами с вами еще потом позже на по тэшке поездим так это у нас за за дверью на что не получается надо как-то их обойти вы слышите да это так это разрушаемость я думаю разрушаемость тоже всякая разность текстурного структур разных тоже добавят скорее всего так кто-то нам нас пытается там объехать я так понимаю когда мертвый танк надо как-то поближе подойти он прячется есть минус прекрасно отлично это у нас первый килл получается да смотри как скорострельность здесь стреляет так это у нас есть что это у нас там нашу нас здесь никто не обошел ну что же давайте пройдем снизу наверно далее сверху там еще как эта цель была мы вроде бы пока побеждаем и это радует офигенный там мне понравился такой мобильный быстрый резкий можно принципе любого врага обойти со фланга так интересно на подъеме как он да ребята вы видите как это все красиво так вот там патышка патышку надо бивать похоже что то противника отказала я я не успел что у него там отказала сама сняли его не я другой кто-то да ну ладно так патышка она система это просто шикарно ребята так его сняли или нет его сняли а нет не сняли распалили вражеский танк надо его догнать давайте за ним бы попрем а вот это кстати вражеская база ну чё ребята поехали ребят я еще раз извиняюсь за такой фпс 27 26 тридцатка да ну то есть я никак не менял то есть не получает за меня победа да победа наконец-то ну что ж сейчас вам с вами наверно патышка полетаем и поездим посмотрим что там удивительная игра современная техника загрузочка да уж мне кажется это игра будущего потому что она меня начинает нравиться ну я думаю ноги понравится так ну что ж мы убили одного помощь в бою тоже нормально уничтожены цели помощь бою 2 урон 86 общий урон обнаружены целей 5 по идее мы должны светить как бы это да светить всех вот он кстати наш второй танк это у нас пт-76 давайте мы прежде чем начать посмотрим на модификации это смотрите любой танк можно усовершенствовать да там ставить дополнительные какие-то бои заряды ну и тому подобное включая даже кумулятивные снаряды помимо этого мы можем заказать технику либо в на территории снг это россия казахстан украина да получается там белоруссия азия либо техника запада давайте начнем с запада запада м-113 на котором мы только с вами были до м-60 это уже получается такой полноценный танк леопард первый м-60 а3 ну и тому подобное это у нас кто продает бывший дипломат софи вюльфил вюльфли знает не понаслышке что главный секрет выживания умение приспосабливаться и марат марат шишкин поставляет своим заказчикам технику обладающую огромной огневой мощью его девиз кто сильнее тот и прав жесткий чувак пт-76 скорпион т-62 всем известный т-64 т-72 ребята ну и остальные танки включая премиум танки то есть это у нас офф-40 офф и 40 и амx 10p 90 я думаю многие знают что такое амx да помните когда мир танков вводили эту технику и всех бомбила так ну что ж поехали давайте еще начнем ну а ну по поводу персонала экипаж вы сами видите да то есть также принципе экипаж но тут намного интереснее прокачивать свой экипаж в танках оставить свои боеприпасы так ремонт на набору 250 монет можно сказать да кредитов запчасти малая аптечка огнетушитель конечно поставим покупаем так ой на было автоматического не тушить или на поставить давайте в автоматическом лучше поставим это уберем да уберем его так батончик у давайте батончик поставим да может у нас сейчас вид изменится так улучшенное масло на один бой увеличивает максимальную скорость на 5 процентов до на него и увеличивает максимальная скорость на 10 процентов нам это не надо нам это не надо сейчас мы с вами большая аптечка малая аптечка запчасти давать еще запчасти возьмем конечно это все будет дорого нам обходиться так как у нас не прям аккаунт или прямо аккаунт я уже не помню ну что ж батончики мы с вами поставили что они дают на один бой повышает характеристики всех членов экипажа за исключением командира на 10 процентов вот так вот поехали пвп сражение будем надеяться на победу ну и посмотрим собственно сам танк можно сказать его назвать пт-шка то наша кстати в ангаре фпс довольно хорошим мне кажется здесь не оптимизируем именно растительность деревья ну и весь этот открытый мир я напомню вам ребята игра еще находится в разработке збт тут как вы знаете да все игры оптимизируются именно под конец проекта поэтому здесь оптимизация так как говорится наброски но я удивлен если конечно не разработчики смотрят и скорее всего они смотрят я хочу сказать что я ни в одной игре не играл с ранним доступом то есть везде где я запускал ранний доступ всегда какие-то были проблемы то вылитые то еще что-то то еще какие-то не палатки а тут я в первый раз зашел нажал запись и играю и все прекрасно ну конечно за исключением фпс а но это я думаю исправимо не так ли я думаю да смотрите аж прям как лужи все это дело но видите лужи даже так сильно не оптимизированы вообще прекрасно все это край инжен мне кажется один из лучших движков есть еще это там кого-то стреляешь господи что там такое так ну что ж едем ребят я сейчас вам покажу как наш а наша патышка стрелять-то так двоин двоин то там живой до скорпион давайте там только далеко не беги так цветанули посмотрите как это пыль прям поднимается до непонятно чё ну сейчас пыли нету принципе сейчас дождь один вообще-то как я не попаду в эту карту вечно вечно дожди дожди какие-то так нашего ушатали здесь там позиция просвечивается поэтому давайте потихонечку аккуратненько пройдем слева а видите проследовать простреливается даже с двух сторон так там бугор так огнетушителей у нас 7 запчасти не не попали что-то нас наших шатают здесь ребят надо затащить надо как-то вот с этой стороны пойти наверно ну-ка разрушается вот это я понимаю офигенно да с таким фпс конечно неприятно до играть и и листья деревья все это структуру к нучу мы мы же не будем докапываться до этого дела так вот она цель ай не попали на было чуть раньше так его уже убили видите один попытался прорваться все его нету спокойно а вот 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 есть попадание перезарядочку дай так его сняли или нет ребят как вам игра хорошее будущее я думаю у него прекрасное будущее в этой игры это просто нет слов это мне кажется убийца всех танков это мое личное мнение сняли его более не успел так там еще какая-то цель вы просто офигенно такое же а вот вот кстати у нас цель то здесь есть ну-ка давайте эту мать твою тут их много лак видели да так уходит от нас я вижу вижу молодец так у нас полил давайте обойдем на его уже штурмовать пошли так слива у нас нормально все мать твою кто по мне херачит а сзади нам показывают что сзади идет огонь так ну ка ребятки давайте их объедем здесь у нас пока чисто все а примут комплект у нас 6 до или 8 так мы уже почти объехали их минуточку ребятишки если вам покажу где пусть кином промах кстати стабилизаторы у нас есть да стоят то есть мы можем во время движения более-менее так стрелять это не танки же про втором мировой поэтому по привычке всегда останавливаюсь чтобы выцелить так догоняем догоняем победа их не удалось нормально пострелять мы даже никого не забрали а нет одного мы забрали вроде бы у нас показывается одну очку в левом верхнем углу сразу фпс поднимается когда это окошко до 40 так ну что ж не мы ни одного не забрали всего лишь одного ранили урон всего лишь 173 ну что ж ребят это был первый взгляд игры под названием арморед варфейр напомню вам игра еще находится в разработке закрытое бета-тестирование если вы заинтересовались этим проектом то внизу под нашим видео вы увидите ссылку в описании там вы можете зарегистрироваться на бета-тест и тоже испытать как говорится свое счастье свои умения и свои навыки в этом необычном мире как говорится в виртуальном мире кстати хотел отметить то что в разработке этой игры участвовали настоящие танкисты то есть те танкисты которые уже реально побывали в танках и они внесли свой вклад в этот виртуальный мир то есть они воплотили это дело то вспомогли разработчикам с разными вещами и ну и тому подобное также здесь можно будучи танки обвешивать всякой разной броней броня тут разного будет по-любому ребаланс баланс ребаланс это в принципе как во всех играх то есть если мы например нагибали на этом танке возможно будущем и нам придется попотеть и и знать самые главные аспекты тактика введения на этом или на другом танке то есть борта все это дело будет то есть я имею ввиду информацию про бортовые бортовую броню там верхнюю нижнюю да там боковые лобовую то все это дело возможно тут добавят такую вещь что можно осматривать и смотреть снаряды кстати уже добавили разные ну а так в принципе у игры большого будущего рекомендую если вы любите танки тем более танки в нашем как говорится нашего времени на с вами римас всем удачи а все вроде мы вы Продолжение следует...